Внимание! Мать! Моторная лодка на скорости 60 км в час уносится вдаль по водохранилищу. Задача спасателей преодолеть 5 км максимально быстро, при этом не нарушая правил. Липецкая команда встречает своего товарища на финише. Похоже, Александр с задачей справился. У нас был орел впереди нас, ты его обохнал орел. И курс был впереди нас, ты курс тоже обохнал. 5.14, здесь 5.10. Парить по водной глади, рассказывает липецкий спасатель, не так просто, как кажется. В поворот не вписался, тебя из него выкинет 3 секунды. Удар об воду, если ты без жилета теряешь сознание, все, уже не найдут. На соревнование приехало около 100 спасателей из 17 областей. Команда из Московской – победитель прошлогодних региональных состязаний. Инспекторы рассказывают секрет успеха в каждодневном труде. В летний-весенний сезон работать приходится даже без выходных. На работу в МЧС ходят, да, вся жизнь. Жертвуешь интересами, иногда жертвуешь семьей, близкими. Большее время проводишь на работе. Подобные соревнования для спасателей своего рода ежегодный экзамен. За всем следят судьи и назначают штрафные баллы. К примеру, за нарушение правил техники безопасности, если участник вышел на воду без спасательного жилета. Однако, как признаются судьи, распределение мест не самое главное. Многие здесь уже команды приезжают, многие по два, по три года. Кто-то уже с самого начала, вот шестые соревнования. И, конечно же, между собой они все общаются и какие-то определенные навыки для себя здесь приобретают. Которые в последующем обязательно уже в их профессиональной работе пригождаются. Победитель этих состязаний примет участие во всероссийских соревнованиях ГИМС. Кстати, воронежская команда пока в числе лидеров. Елена Тимонова, Валерий Бобкин, Новости 24.